спросить да ну давай я не совсем может понял вы что-то спросили про дьявола да как-то знаете плохой интернет у вас вот так все колеблется и такое тусклое я могу сказать только одно из я правильно понял вопрос что христос придет судить этот мир и все мертвые воскреснут и дьявол будет брошен в огонь озеро все грешники все блудники табакуры пьяницы и будут гореть в огне и никогда не сгорят а праведники будут в раю со христом радоваться что если будет подойдут дьяволом что-то мне трудно понять это так вы может быть напечатали бы я знаю что с дьяволом не надо знать заморимся избави нас от лукавого молитва очень наш вот если по скайпу вы зайдете игнатий лапкин да в ю тубе вас в свете библии называется канал наш в свете библии игнатий лапкин ну дьяволу придавших он тебя ваты затащит что ты господь с тобой миленькая такие страшные слова пишешь как это дьяволу душу дать кто такой дьявол он человека не творил он враг божий он на небе поднял восстание революции господь сбросил его рога ему наставил он был ангел красивый пионета рулетка вся для этого назначена как нет а тут больше и делать лишь мы пришли чтобы возвести сюда любви божией о чем свидетельствует святая библия что иисус христос сын божий взял грехи мира на себя и был распятый умер за нас и воскрес третий день и завтра у нас будет рождество иисуса христа можно скажи пожалуйста ну как ты подкованно да в этом деле скажи вот я не крещен я хочу покреститься да что мне нужно уверовать в господа нашего иисуса христа считать слово божие я давно уверовал его ну три условия необходимы первое признать себя совершенно погибшим для ада приготовленным и выхода нет никакого и после этого поверить что в наши грехи на себя взял иисус христос умер и воскрес это первое я не закончил я не закончил вы перебиваете как так это вопрос задали второе креститься с троекратным полным погружением в воде опять пить вся рулетка заливает блудный огонь так первое покаяться просить прощения в грехах второе принять крещение руками священников полное погружение с головой а не ладошкой и третье чтобы это было бесплатно сегодня все три условия в церкви нарушаются вот мы строим православную деревню и у меня брат священник ну не все у нас вот не берут мы строим православную деревню с нуля алтайский край с нуля с нуля построили храм и к нам приезжает выговоритесь потом будете слушать давайте говорить говорите хоть хоть сейчас говорить я буду слушать не перебью вас я не могу вам отвечать ничего может я к вам приеду я нахожусь в красноярском крае в красноярске недалеко думаю может приехать у вас реально бесплатно как вы считаете это должно быть бесплатно правильно а что я приношу церкви это моё подаяние правильно я закончил рассуждение то правильно в нашу про к этим правилам мы с человеком занимаемся я прошлые годы вел занятия одновременно в пяти университетах 13 школах три радиопрограммы во всех отделах милиции и везде об этом говорили люди готовились у нас подготовка шла от трех до пяти лет оглашение безбородых не крестят поэтому вы сегодняшнего дня бритву должны выбросить дальше вы зайдите по скайпу скайп и по Игнатий лапкин зарядить это я а в это место разврата и тьмы чтобы возвестить волю божию что ждет людей за это что за грехи людей умер спаситель христос и воскрес для нашего оправдания завтра его рождество будет отмещать вселенная а что вам смешного кажется я не на доме не знаете вы можете разговаривать чтобы не ругаться мы пришли сюда православные проповедники возвестить людям самую радостную весть который открывает нам слово божие что за грехи людей умер рожденный сын божий христос и воскрес для нашего оправдания завтра его день рождества слышали и как надо жить никак не покаявшийся человек не увидит жизни он будет только в аду с сатаною а покаявшийся принявший христа сердцем живет для бога получит царство небесное отец вот смотря если у некоторых нету возможности покаяться богу о своих леках как быть главное как сатана сделал бог сотворил человека отмерил ему жизнь и для бога чтобы душу спасти времени нет дьявол не творил ничего сам падший херувим а для дьявола есть место сидеть тут голых баб смотреть воровать пить курить в общем получается что каждому человеку в этой жизни определенный путь отмерил бог да на котором он так сказать этап жизни будет пройден правильно ты должен распорядиться так что я принадлежу богу он меня сотворил и там вечности рай есть рай и ад какое право имеет сатана претендовать на меня сейчас вышел один ролик называется интервью с дьяволом 12 минут найдите в лесу прямо у дьявола берут интервью и как он показывается и как исчезает и как обольщает и говорят аж самое большое ваше желание какое он говорит чтобы меня признавали богом здесь на земле а самый самый большой кто у вас самый большой враг он горит это тот которого я распял 2000 лет назад он снова придет и меня уничтожит дьявол это существо которое не имеет власти на земле он говорит мне дана вся власть и кому надо я ее даю получается что дьявола нельзя просто увидеть на земле если если человек какой с каким-то сверхспособности может увидеть его правильно мы каждый день молимся отче наш и написано избави нас от лукавого да есть есть люди которые каждый мост а есть люди которые молятся просто за какие-то грехи за свои да какие грехи у всех грехи без грехов нет человека но бывает подумал подумал тоже грех посмотрел тоже грех это разница большая между тем что сделал господь говорит прямо всякий смотрящий на женщину с вожделением с пожеланием уже прелюбодействовал с нею сердце своем всякий ненавидящий брата есть человека убийца не без ножа то есть получается если я на свою девушку смотрю в так сказать не в обнаженном виде то есть это считаете грехом правильно не просто грехом а прелюбодей самое настоящее это шкала это шкала поднятая они так что разрешает кто-то ему четыре жены иметь и греха нету мразь такая еще к богу приписывает ну а как вот понимаете даже если я со своей женой ложусь спать то есть она все равно это жена законно если вы венчаны тогда она законная в этом греха нету в этом греха нет конечно у нас знать какие дни вот сейчас сейчас пост идет и с 7 января до 19 до крещения святки называется в это время законной женой связи не имеют то есть интимных отношений так сказать определенное время показано накануне пас среды пятницы воскресенья не просто так когда захотела как скотина прыгай у церкви правила режим поставленный чтобы ты знал сегодня мы молимся а вы не спорьте а если у вас будет желание встретиться по скайпу зарядить и гнать и лапкин и вы на меня выйдете я один с этой фамилии меню skype и тогда я скину вам свои ресурсы у нас большой видеоканал видеоканал на ю тубе здесь видео канал посвящен чему он называется посвященной жизни вечной у меня там это мой канал мой там 19 тысяч роликов тысяч роликов общий просмотр 40 общий просмотр 45 миллионов мы мы строим православную деревню с нуля получили статус землю построили храм школу земля 430 гектаров алтайский край у нас кто думает поселиться должен доказать что он не лжет не пьет не курит не матерится не ворует тогда первый разговор ведем у нас ни одного аборта нету нет развода ни одного ни одного аборта а как доказать что то что он не пьет не курит нет разводов и нет а ему жизнь ему жизнь здесь поэтому не обманывает один приехал и говорить я не пью не курю но я матерюсь у меня деньги есть я могу построиться а у нас это не положено нет конечно да он и сам как когда вопреки устав наш устав зарегистрирован в краевом отделе юстиции это не просто так получается что вы построили церковь на чьи-то деньгах правильно если никто не не на чьих на своих скотину разводим продаем и все государство нам не рубля не дало за 28 лет дороги строим сами дороги за свой счет 4 6 прудов восстановили зарыбили своя рыба мы пришли сюда возвестить великую радостную весть что на землю родился спаситель мира его день рождения завтра будем отмещать и умер за грехи людей и зовет покаянию чтобы люди жили по евангелию имели царство небесное они от вечной шли сюда в это место разврата и содома чтобы возвестить людям великую радостную весть что родился спаситель христос и завтра его день рождения отмещается рождество христово и что он умер за грехи людей будучи распятый прибитый пролил кровь за каждого человека и веруя в него воскресшего имеем жизнь вечную что я нахожусь город барнаул алтайский край лапкин игнатий тихонович 81 год достаточно этого 81 год возраст мой я попутно говорю знаю что вы будете спрашивать об этом это как приехал один грузин грузин тут на работу каждый подходит здорово здорово откуда дай закурить третий он сразу кто подходит уже третьему говорит так я из грузии на кури потому что как твои дела каждый там пацанин ему дела не нужны пришли сюда баб плавить чужих грязных еще тут обмануть голая 50 процентов мужиков лежит и процентов 90 мусульмане мусульманская чат рулетка то самое развратное все сюда собралось у вас что-то не ясно так то ли микрофончик неважно или изгажает так если хода что не пони не пойму я только скажу вам если вас это дело касается вы можете на меня выйти по скайпу скайп игнатий лапкин у нас большие ресурсы мы вам расскажем как мы строим деревню православную у меня еще здесь вы в ютубе есть видеоканал называется во свете библии игнатий лапкин это самый большой самый большой ресурс 19 тысяч роликов наших только 19 тысяч общая общая посещаемость 45 миллионов в ютубе есть видеоканалов